Доброе утро, мы продолжаем наш эфир. 2017 год был объявлен годом экологии. Вчера состоялось торжественное закрытие года экологии. Каковы итоги года, нам сегодня расскажет министр охраны природы Республики Саха-Якутия Сахамин Миланович Афанасьев. Доброе утро. Доброе утро, Катя. Сахамин Миланович, какие изначально были поставлены цели в начале года и чего мы в итоге добились? Основная задача была поставлена президентом Российской Федерации Путиным Владимиром Владимировичем. Это консолидация общества, чтобы люди сплотились и подняли вопрос и приняли самое активное участие в решении первоочередных предохранных задач. Это борьба и с несанкционированными свалками, вопросы уборки населенных пунктов, вопросы чистой воды, чистого воздуха, вопросы биоразнообразия. Республика приняла высокую планку, высокую программу, состоящую из 45 мероприятий и все 45 мероприятий они выполнены. В основном можно отметить это проведение второго съезда экологов, большие плановые работы по совершенствованию законодательства, предохранного законодательства. Принята экологическая доктрина, принята резолюция второго съезда экологов. Также проведена работа по сохранению биоразнообразия в республике Саха-Якутия. Ну какие главные достижения яркие этого года? Вообще принято на Новый год ходить с подарками, Катя, поэтому я вам, редакции, привез от имени Министерства охраны и природы тоже медвежонка, белая медвежонка. Ух ты! С наступающим Новым годом! Ух ты, здорово! Спасибо! Вот. Также мы хотим подарить вам бизончика. Это вот достижения. Я рассказываю о достижениях нашей республики, нашего министерства. Как раз в этом году мы подарили Ленинградскому запарку Харчану. Да, очень символичные подарки. И московскому запарку Аяну Колыману, которая была найдена на берегу реки Колыма. И они сейчас вот якутянки, две медведицы, самые любимые животные ведущих запарков России, ленинградского и московского. В этом году мы выпустили в естественную среду бизонов, 30 бизонов. И хотим тоже вручить на память вот бизончика. Здорово! Они обитают сейчас в горном районе, местности Тымпынай. И мы в будущем надеемся, что вот такие благородные животные будут населять тайгу, другую часть нашей Якутии. Акатя, разрешите еще вручить вам цветок сардан. Сколько подарков у вас сегодня. Преддверие Нового года. Это цветок сардана. И это так называемый экологический куб. Мы призываем население республики быть очень активными, сохранять редкие виды растений, животных. Ну и способствовать, чтобы эти животные, растения всегда были и развивались. Вот вам сардану дарим. Спасибо! Здорово! Здорово! Мы посадим, наверное, в нашей редакции. Обязательно! Сахамин Иванович, ну какие предстоящие задачи на предстоящие годы? Год экологии завершился, но на этом наша работа не заканчивается. Наша основная цель – это обеспечение экологической безопасности всей республики Саха-Якутия. Мы должны сохранить чистоту наших рек, водных объектов. Мы должны сохранить чистоту воздушного бассейна. Ну и наши земли, земельные ресурсы должны быть тоже в чистоте. Сахамин Иванович, спасибо, что пришли к нам этим утром. Мы вас поздравляем с наступающим Новым Годом. Огромное спасибо вам за такие приятные подарки. Удачи и успехов в работе. Спасибо.